От бронежилетов Митинвест перешел к бронированию техники, Мироненко. Компания Митинвест, расширила профиль производства для помощи армии. В частности компания начала производить модульные укрытия, и специальную броню для техники. Об этом сообщает РБК Украина, со ссылкой на операционного директора Митинвеста Александра Мироненко. Мы организовали производство на своих производственных площадках. Это мобильные укрытия, которые могут использоваться, на передней линии в качестве блиндажей. Они вкапываются под землю, укрываются лесом, землей, и это очень надежная защита. Я был на позициях у ребят, когда мы проверяли, как это все работает, и они очень хорошо отзывались об этих укрытиях. Также производим бронежилеты. Мы сделали на наших предприятиях бронесталь, и сейчас уже более 150 тысяч бронежилетов, из стали от Митинвеста помогают нашим защитникам, сказал Мироненко. Сейчас, по его словам, компания делает акцент на бронировании техники, ведь сейчас все военные обеспечены бронежилетами. Мы делаем сейчас несколько проектов, вместе с армейцами по бронированию, БТР, хаммеров и других машин. Мы производим сталь, а военные уже сами у себя на площадках собирают эти конструкции, непосредственно на технике, пояснил он. Он также поделился тем, как менялись закупки для бойцов, ведь если изначально компания покупала преимущественно дроны, аптечки и каски, то сейчас им нужна техника, чтобы приземлять вражеские дроны. Мы больше 1,5 тысяч дронов, купили и передали. Также покупаем тепловизоры, экофлоу, вся эта помощь и все остальные вещи уходят, я могу сказать, тысячами единиц в армию. Но сейчас акцент сейчас относительно покупных вещей, тоже немного изменился, больше сейчас нужны антидроновые ружья, комплексы, которые подавляют радиосвязь, чтобы сажать все летающие дроны. Также сейчас мы покупаем и передаем технику для штурмовых действий, приборы ночного видения, ночные прицелы, рассказал Мироненко. Напомним, Митинвест передала на горячее направление фронта, уже 200 модульных капсул из волнистой стали, способных при правильной установке выдержать обстрел, 152 мм снарядами. Передача Митинвест осуществляет в рамках инициативы, стальной фронт, которую основал бизнесмен Ренат Ахметов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.